Дальше логика такая. Я закончил учебное заведение. Я юрист. И все. Я юрист и все. Тебе говорят, вот работа, смотри, хорошая работа. Машины мыть. Я же юрист. Но сколько ты зарабатываешь своим юристом? Да у меня нет пока работы. Ну вот предлагаем себе машины мыть. Но я юрист. Ему предлагают нормальные зарплаты. Человек делает разницу в труде. Вот пометьте еще. Разницу в труде он делает. Раньше в Советском Союзе как-то еще пытались прививать любовь к труду. Труд всегда почетен. Но если я уборщица, значит что? Я неуважаемый человек? Так вот вы знаете, что в лидические времена и до сих пор выйдет такая традиция осталась? Во время праздника едет колесница с колесницами божествами. И впереди мэр города или какой-нибудь президент. Или президент. Идет с метлой и дорога уйдет. Президент это делает. Цари так все делали. Великие цари так делали. Они приходили в храмы, мыли руками пол, руками, даже не шваброй. И убирают там туалет и все остальное. Цари, императоры. С какой целью? Показать пример гражданам, что любой труд в почете. Что я сам не предбегаю. Наша царица, жена Николая II, раненым привязывала гнойные раны. Солдатом. Царица. Это древние традиции. Но что сейчас происходит? Людям навязывается такая идея, что вот этот труд, это позорный труд, а вот этот непозорный труд. Поэтому человек, который обтяжесляется с профессией, этой работы нет, он наврекает себя на нищету, на бедность. Откуда проблема идет? Вот отсюда. Из его собственного сердца.